МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это Итоги недели. Говорим о главном за минувшие 7 дней. И вот о чем расскажем сегодня. Размечено синим. Петроградский район готовится стать зоной платной парковки. Как изменится движение? Сколько улиц станут односторонними? И где запретят даже остановку автомобилей? Пути отходов. Нужны ли мусоропроводы в многоэтажках? Новая инициатива Госдумы. Почему депутаты предлагают запретить удобный способ утилизации? И согласны ли с ними жильцы многоквартирных домов? У мошенников в моде классика. Петербуржцев обманывают по схеме Лени Голубкова. Как, где и почему живут финансовые пирамиды? И на какой человеческой слабости зарабатывают? Приятные хлопоты. Какая рассада уже колосится в квартирах петербуржцев? Когда культуры понесут в грунтовые массы? И кому удачник верит больше? Ученым или астрологам? Всегда на стиле неделя моды в Петербурге. Кто полагает, что все это будет носиться? И стоит ли копировать модели с подиума, чтобы оставаться индивидуальностью? Петербург на этой неделе принимает межпарламентскую ассамблею СНГ. Пленарное заседание прошло накануне в Таврическом дворце. Как отметил в приветственном слове губернатор Александр Беглов, северная столица уже больше трех десятилетий является штаб-квартира МПА, а товарооборот между нашим городом и странами СНГ в прошлом году достиг 450 миллиардов рублей. Что еще вошло в недельную рабочую повестку главы города? Подробнее в нашем репортаже. Петербургская подземка сможет ремонтировать больше поездов и при этом экономить миллиарды. На этой неделе после трехлетней реконструкции торжественно открыли электродепот «Дачное» – одно из ключевых предприятий по ремонту подвижного состава метрополитена. Изменения оценил губернатор Петербурга. Работа большая, масштабная. Хочу сказать, что она продолжалась в три этапа и не прерывался цикл работ, то есть не простаивала. И город получит в ближайшие годы 950 вагонов. Вот первые вагоны «Балтиец», которые вы тоже обслуживаете на сегодняшний день, они более современные. 950 вагонов «Балтиец» – это почти половина всего подвижного состава метрополитена. Не отстает и наземный транспорт. На городские линии должны выйти 286 троллейбусов и 192 умных трамвая. Кроме того, в три раза увеличилось количество парковочных мест. Сегодня в городе 20 перехватывающих парковок. Эти цифры привел вице-губернатор Кирилл Поляков на заседании правительства. Также на нем особо коснулись темы помощи городу по братиму – восстановлению движения общественного транспорта в Мариуполе. На безвозмездной основе было передано 100 пассажирских автобусов. 17 февраля состоялся пробный пуск мариупольского трамвая по временной схеме электроснабжения по территории ДПО. С этого момента началась подготовка к запуску первой трамвайной линии, открытие которой запланировано на май текущего года. В самом же Петербурге стабильно плюсовая погода дала коммунальщикам зеленый свет для старта комплексной весенней уборки. Дорожники израсходовали 34 тысячи кубометров воды и перешли к моющим средствам. На этой неделе банный день был у главной магистрали северной столицы Невского проспекта. К летнему сезону готовятся и городские фонтаны – один из символов Петербурга. После снежной и долгой зимы необходимо проверить каждое сооружение, благоустроить территорию, чтобы к майским праздникам все они работали, дарили отдых и хорошее настроение петербуржцам и гостям города, сказал губернатор Александр Беглов. Уже полностью готовы фонтаны в Московском парке Победы, комплекс на площади у Российской национальной библиотеки, фонтаны в саду Сан-Гали на проспекте Стачек, на Первомайской улице в Шушарах, в саду имени «30-летие октября» в Невском районе. Открыть сезон планируется 22 апреля. Хозяйственную повестку губернатора на этой неделе дополнили вопросы культуры. Концепцию развития этой крайне важной для Петербурга сферы представили на Совете по культуре и искусству при губернаторе. Заседание прошло в Центральном выставочном зале «Манеж». Документ готовили полтора года. В нем учли запросы петербуржцев и гостей города, а также цели национального проекта «Культура», а именно рост посещаемости музеев, театров, улучшение их материально-технической базы. На этот год предусмотрено более 26 миллиардов рублей. Это на 17,5% больше, чем в прошлом году. Хороший результат. Большая часть этих средств будет направлена на финансирование городских музеев, театров, концертных, образовательных организаций, библиотек. Петербург будет поддерживать гастрольную деятельность театров и финансировать музыкальные и художественные школы для дополнительного образования детей. Продолжится модернизация библиотек. Кроме того, в городе может появиться музей современного искусства. Сразу несколько событий недели были посвящены Дню космонавтики. 62 года назад Юрий Гагарин на корабле «Восток-1» стал первым человеком, покорившим космическое пространство. Александр Беглов поздравил горожан, отметив, что полет на околоземную орбиту стал огромным прорывом для мировой науки и сделала его наша страна. Сейчас Россия продолжает удерживать лидерство в освоении Вселенной и значительный вклад в это вносят Петербургские конструкторские бюро, научные институты, предприятия, которые разрабатывают и выпускают технику, востребованную в космических программах. Мусоропроводы могут оказаться под полным запретом. В Госдуме выступили с инициативой законодательно прекратить их использование в многоквартирных домах. В новостройках предлагается даже не проектировать, а в уже построенных домах заварить. Главный аргумент – это заставит жильцов быстрее перейти к сортировке отходов, подтолкнет вперед, так сказать, экологическую реформу. Что до самих мусоропроводов, то отношение к ним всегда было неоднозначным. Один из символов коммунального комфорта советского человека быстро потерял доверие. Минусов у этого способа утилизации оказалось больше, чем плюсов. С одной стороны удобство, а с другой – грязь, запах, насекомые, крысы, в общем, антисанитария. Уже тогда мусоропроводы начали заваривать. Сейчас их продолжают строить, но работают далеко не все. Впрочем, где-то же ими пользуются. Готовы ли жильцы принудительно расставаться с этим благом цивилизации? Дмитрий Ковалев разбирался. Приморский район, улица Савушкина. В этом доме сложилась нетипичная для большинства многоэтажек ситуация. Из 13 парадных в одной нет мусоропровода. Желоб и приемная камера на месте. А вот пользоваться коммунальным благом жильцы по собственной инициативе отказались. Управляющая компания пошла навстречу. Люки заварили. Чисто, запаха нет, крысь не стало. Все прекрасно, мы очень довольны. Просто тогда у нас было все, крысы пешком ходили, мусор кругом сыплется, потому что мусор все время сыпался вне, а сюда не проходил. Чисто потому, что вовремя убирают, возражают жители соседних парадных. Да и не доставляет работающий мусоропровод дискомфорт. А пенсионерам, наоборот, удобно. Не нужно лишний раз выходить на улицу. В принципе, я вот лично я выношу на помойку. Если было бы заварено, я бы не была против. Но есть люди, которые против этого. Поэтому тут заключается в том, как отреагируют собственники дома. Статистика упряма. Большинство петербуржцев привыкли пользоваться мусоропроводом. И отказываться от него не собираются. У управления, у управляющей компании, конкретно нашей, находится 92 дома. По данному жилому фонду только два адреса имеют стволы, которые заварены. В основном люди пользуются. О необходимости исключить мусоропроводы из действительности, как явление, заговорили в Госдуме. Предполагается, что эта мера позволит быстрее провести мусорную реформу в стране. Еще один стимул отказаться от привычки утилизировать отходы в паре метров от входной двери – раздельный сбор. Если будут специальные площадки и контейнеры, то и горожане охотнее станут отделять стекло от пластика. Эксперты относятся к подобной тактике скептически. Те люди, которые не готовы сортировать отходы, они не будут сортировать их и при наличии мусоропровода, и без его наличия. Соответственно, решение проблемы вовлечения жителей не в закрытии мусоропроводов, как таковых, а в экологическом просвещении, в организации доступной инфраструктуры. Не разделяют порыв народных избранников жители дома номер 61 на Лесном проспекте. Здесь люк мусоропровода вообще находится в квартире, рядом с газовой плитой. На кухне Екатерины Галенковой даже сохранилась оригинальная дверца со времен постройки дома. 1934 год. Мы здесь уже живем на протяжении шести лет, и, конечно, это очень удобно. Потому что ни в мороз, ни в дождь не надо выбегать на улицу, мусор у тебя в коридоре не складируется или на лестничной клетке. Поэтому, конечно, это удобно. Аналогичное мнение у соседей по парадной. Это большая привилегия. Мне кажется, от этого можно квартиру продать на миллион дороже. Но это как опция, это помещение. А так, да, я за, чтобы они были. Надо это решать именно по объектам. Где, если вот у стаканин, действительно, как у нас, и всех это устраивает, смысла никакого в этом нет. Это локально, надо решать проблему. Изменения, считают эксперты, могут повлиять на всю сферу обращения с отходами. Придется менять законодательство. А компаниям-перевозчикам полностью перестроиться. Даже логистическая схема транспортных потоков будет изменена. Совершенно другой транспорт, совершенно другие объемы, где будет накапливаться этот мусор. Места складирования, контейнерные площадки, где установлены баки. Здесь очень много таких сложностей, где не только на федеральном уровне должно приниматься решение, но и на региональном уровне. И самый сложный этап возможных изменений – новые контейнерные площадки, особенно в местах со старой застройкой. Например, в Выборгском районе управляющая компания «Жилкомсервис» номер один обслуживает 369 домов. Это почти 1400 парадных. В 80% из них есть мусоропроводы. Отходы из них напрямую отправляют в грузовики. По проектировке было предусмотрено, вот всех этих домов, только одна контейнерная площадка, ввиду того, что эти дома оборудованы системой мусоропровода. Совершенно иной подход к сбору отходов в новостройках. Отказываются от мусоропроводов из-за стройщики в современных кварталах. Их заменяют на мусоросборные камеры. И дело здесь вовсе не в заботе о состоянии окружающей среды, а в экономической выгоде. Шахты попросту дороже и проектировать, и строить. К тому же они отнимают драгоценные квадратные метры в будущих квартирах или на лестничных клетках. Все эксперты сходятся в одном – при должном содержании мусоропроводов не будет ни грузунов, ни паразитов, ни запаха. А пользоваться коммунальным благом или нет, пока могут решать только жители многоэтажек. Но заварить люки мусоропровода можно только при согласии каждого собственника квартир. Дмитрий Ковалев, Антон Орчаренко, Артур Хабибов, Александр Макаренко. Итоги недели. Телеканал Санкт-Петербург. Дачники готовы открыть новый сезон и вывести, наконец, всю рассаду из собственных квартир. Ежегодно за город на свои шесть соток уезжает больше двух миллионов петербуржцев. Можно только гадать, сколько тонн урожая они собирают к осени. Но сейчас в самый раз поговорить о том, что этому предшествует. Из поколения в поколение садоводы копили опыт выращивания самых разных культур. На своих участках они и вправду могут творить чудеса. Дачники – народ особый. Живут по посевному календарю, верят и в науку, и в астрологию. Технологические новинки у них соседствуют с проверенными дедовскими способами. И ведь все работает. Так как же вырастить идеальные вершки и корешки? И почему так важно следить за Луной? Теперь об этом знает и Евгений Борисов. Город засыпает, просыпаются садоводы. Такая шутка среди обывателей в это время года особенно актуальна. Популярной ее делают тысячи светящихся фиолетовых ламп в окнах горожан. Это садоводы-любители готовят саженцы к сезону. Ровно через полтора месяца начнется период посева культур в открытый грунт. Я ориентировалась на календарь посадок. Вот как полагается, в феврале месяце высаживать. Мы так рассаду и высаживали. У меня немножко не полностью сохранилась рассада огурцов. Но с помидорами пока все в порядке. У мамы даже баклажаны остались. То есть света не хватает, но лампы спасают. Посевной календарь, которым по-прежнему пользуются садоводы-любители, составляется еще с древних времен. Данные в нем собираются путем длительных наблюдений за влиянием Луны, ее фазами и положением в знаках зодиака. Самые плодородные знаки – телец, рак, рыбы и скорпион. А когда в свои права вступают львы или водолеи, любых работ с растениями необходимо избегать. Но помимо убывающей Луны, на пользу садоводам приходят и полезные, не астрологические хитрости. Мы очень часто ставим шампиньоны именно на удобрения. Они там в ванных перегнивают, имеют не очень приятный запах, поэтому я закрываю их под ванну. Они перегнивают, дают водичку, водичкой поливаешь помидоры, и получается очень классно. В помощь любителям и грунты для саженцев, продающиеся, пожалуй, в любом супермаркете. От того, какого качества купленная земля в мешке, во многом будет зависеть результат кропотливого труда дачника. Если грунт окажется с низким содержанием азота, фосфора и лекалия, у него будет большая кислотность. Растения в нем вырастут слабые, а урожай не оправдает ожидания. Общественники ежегодно исследуют химические составы грунтов разных производителей. О самых качественных рассказывают в соцсетях. Но без лабораторной проверки простому обывателю понять, какая земля лучше, невозможно. Хотя один совет все же есть. Рекомендую не покупать почву грунты под частными марками торговых сетей. Потому что как раз именно самый неблагополучный, опасный грунт с высокой кислотностью в 4 дни СПАЖ был обнаружен в крупном федеральном магазине под частной маркой этой торговой сети. То есть, что такое частная марка? Это компромисс между ценой товара и его качеством. Если из-за некачественного грунта плохо выросли домашние саженцы, всегда можно попробовать еще. Профессиональные же фермеры такой ошибки допустить не могут. Как и все садоводы, они сейчас активно готовятся к посадочному сезону. Земля перед началом работ проходит исследование в лаборатории. Как говорят агрономы, показатели всех микроэлементов земли должны быть сбалансированными. Не выше и не ниже допустимой нормы. Если грунт оказывается кислым, его раскисляют. Изначально мы готовим торф. Это у нас 16 лопаток торфа идет туда. Потом идет 4 стаканчика по 50 грамм. Вот таких. Где он здесь стаканчик? 4 стаканчика у нас идет доломитовой муки. 40 грамм идет удобрение 18-18-18. И 2 грамма у нас идет удобрение форс. Это от вредителей. Потом он это все приготовит. Он высыпает их на кушу. Оно созревает у нас 3 дня. Потом мы набиваем в кассеты и дыроколим и сеем. Сеют семена с помощью специальной сажалки. Она укладывает по одному зернышку в каждую ячейку. Затем кассеты на 3 дня отправляют греться в специальное помещение с температурой 25 градусов. И только потом в парник. В течение месяца ростки взойдут. И уже в конце мая, когда почва прогреется, отправятся расти в поля. У профессиональных агрономов и у дачников сейчас самая жаркая пора. Спокойно себя чувствуют, пожалуй, домашние садоводы. Тем, кто растит всевозможные растения круглый год на подоконнике, торопиться некуда. Два года назад в моде была руккола. В прошлом году салат фрилис. Среди садоводов-любителей популярны. Сейчас выращивание в домашних условиях разнообразной микрозелени. Но никогда не выйдет из моды проращивание зеленого лука. Еще с советских времен к этому приучали горожан с детского сада. Да и процедура выращивания не такая сложная. Поставить лук-порей в кружку с водой или прикопать в землю. Растение вырастет меньше, чем за месяц. Психологи, в свою очередь, настоятельно рекомендуют вовлекать в эту затею детей. Во-первых, интересно. А во-вторых, может быть, именно это вдохновит юного агронома стать большим и взрослым. Евгений Борисов, Алексей Погудин, Екатерина Вермонт, Анатолий Рябинко. Итоги недели. Телеканал Санкт-Петербург. Финансовые пирамиды по-прежнему приносят доход мошенникам. Петербуржцы добровольно несут свои деньги тем, кто обещает высокие проценты по вкладам. Никаких хитрых с кем. Все обкатал еще Леня Голубков. В Петербурге расследуют махинации так называемого Ленинградского финансового центра. Подобный мошеннический бизнес держится на одной человеческой слабости – желании быстрых денег. И неважно, будет ли это красивый офис в центре города или обезличенная переписка в интернете. Александр Буренин расскажет подробности. Сказочные проценты и сказочная прибыль. Главное, заройте у нас побольше золотых. Но подобные обещания не сказка, а ложь. Ленинградский финансовый центр процентами гораздо выше рынка расположил к себе сотни человек. Граждане верили, в связи с чем несли свои деньги и заключали соответствующие договоры вкладов. Также гражданам демонстрировались подложенные страховые сертификаты, которые также якобы гарантировали стопроцентный возврат сбережений граждан. При том, что в действительности никакие страховые гарантии на их вклады страховыми компаниями не возвращались. Вложены более 100 миллионов рублей. Мошенники сами звонили жертвам. В основном деньги несли пожилые люди. Казалось бы удивительно, 30 лет назад на их глазах Леня Голубков покупал жене сапоги, но они до сих пор верят в прибыль на ровном месте. Сколько там набежало? Волновался Леня. Фу, ё-моё! Например, Владимир поверил мошенникам из-за их названия. Меня подкупило слово «ленинградский», потому что в Ленинграде все-таки было все почестнее. Люди были честные, правдивые, стеснительные. Ему без стеснения предложили 13% за полгода. Когда пришло время готовить чемодан, чтобы уложить туда всю прибыль, быстро испортили настроение. Пришли, они вот тут у нас деньги не подвезли. Да, первый раз. Второй раз не дали ни ту сумму проценты. Вложил один миллион рублей. Через полгода я должен был получить проценты, проценты получить. Но пришел, и они стали перекладывать. Вот у нас сейчас немножко не получается, давайте через месяц. А это Алексей, он вообще юрист и много раз консультировал людей, пострадавших от мошеннических схем. Бизнес шел хорошо, мужчина накопил приличную сумму и вложил капитал в новый бизнес. И потом понял, что попался на уловки мошенников. Сейчас параллельно импорт никому не... Ну, то есть для всех это известный факт, что все привозят из-за границы технику, потому что сейчас проблема с доставкой и так далее и тому подобное. Я решил своей маме на день рождения приобрести новый телефон, новый гаджет и так далее. Увидел очень приятную цену ниже рынка. Точнее, вначале все было хорошо. Он купил телефон, потом еще парочку. Просто красота. В итоге новый партнер предложил инвестировать 2 миллиона рублей в массовую закупку. Алексей согласился. И сразу начались проблемы с заказами. Потом партнер исчез. И оказалось, что пострадавший такой не один. Предлагал хорошие инвестиции. 35% от суммы. Плюс была возможность заработать на перепродаже телефонов. То есть друзья, знакомые заказывали у них телефоны. А телефона никто не получил. В обоих случаях ведется следствие. Имущество владельцев Ленинградского финансового центра арестовано. Там есть элитное жилье и автомобили. Людям, возможно, вернут деньги. Телефонного же магната пока пытаются хотя бы найти. Меня в детстве все время удивляло, почему, имея цветик-семицветик, девочка не пожелала себе волшебную палочку. Это бы решило все проблемы. Главное, только никому не рассказывать о своих секретах. В некоторой степени и здесь так же. Ведь если кто-то имеет золотую жилу, зарабатывает огромные деньги или знает, как их выгодно вложить, зачем ему этим знанием делиться с вами? Как только есть низкая цена или же обещание высокой прибыли, это первый признак, что перед вами мошенники. Но при таких условиях до сих пор люди почему-то абсолютно забывают про осторожность. Александр Буренин и Дмитрий Павлов. В итоге недели. Телеканал Санкт-Петербург. Петроградская сторона обрастает новыми дорожными знаками. Их начали выставлять в зонах будущей платной парковки. Она заработает с 1 июля. Появится больше 10 с половиной тысяч машин и мест. В целом схема организации платного парковочного пространства ничем не отличается от того, что уже есть в Центральном, Адмиралтейском районах. Но Петроградский особенный, пожалуй, единственный с таким количеством узких улиц. Тут мало просто выделить места под синюю разметку. Надо перекроить логистику движения, чтобы сохранить трафик и сделать его удобным для общественного транспорта. Так что к многочисленным односторонним улицам на Петроградке добавят еще не один десяток. А где-то запретят даже останавливаться. Александр Громов подробнее расскажет, к чему должны быть готовы автомобилисты. Улицы в Петроградском районе меняются одна за другой. На Маркину уже повесили новые знаки. Скоро здесь появится пунктирная разметка. Платная парковка меняет пейзажи этих островов. К 30 июня планируется установить в районе 970 стоек для установки дорожных знаков. И более 3400 знаков на этих стойках. С 1 июля уверены эксперты узкие улочки вздохнут с облегчением. Найти место для стоянки станет проще. Появится простор для проезда общественного транспорта. Зона платной парковки на самом деле решает много проблем. И в основном она решает проблемы жителей центральных районов, которые на данный момент действительно страдают от того, что трафик личного транспорта в центр города, он безумный. Люди не могут элементарно гулять по улицам, мамы с колясками из-за запаркованности. Схема движения в Петроградском районе делает крутой поворот к комфорту. 21 улица станет односторонней. Правило диктует специфика застройки. В Петроградском районе сосредоточено очень достаточно много узких мест. Они будут односторонним движением. Где-то уже существующие односторонние движения просто изменят направление движения. Петроградская сторона – район транзитный. Утром пробки в центр, вечером обратно. Приучая водителей платить за парковку, власти рекомендуют приготовиться к принципиально новым решениям. Рассматривать вопросы платного въезда в центр города – это следующий этап. Надо честно об этом говорить уже сейчас. Может быть, это не этого года, не следующего, может быть, не ближайших трех-пяти лет. Но это точно перспектива нашего города. Деваться от этого некуда. Это мировая практика. Но пока реформа на Петроградке откроет 10 тысяч парковочных мест. С особой тщательностью специалисты подходят к выбору остановок для инвалидов, согласовывают расположение стоянок у социальных объектов. 10% – это та минимальная цифра, которая должна быть от общего количества парковочных мест. Будет больше мест для инвалидов, будет только лучше. Пронзительно свистя эта легковушка всему городу, сообщает ее водитель – самозванец. Владелец иномарки, как видно, беззастенчиво занял чужое место. В планшете инспектор выявляет машину, проверяет, находится ли данный автомобиль в реестре инвалидов. Если не является в реестре инвалидов, то вызывает сотрудник ЕБДД, и они выполняют свою функцию. За такие противоправные маневры нарушителю придется изрядно раскошелиться, а еще потратить уйму времени и нервов. Водителям, которые нарушают требования правил дорожного движения, будет грозить административный штраф в размере 5000 рублей, а также эвакуация транспортного средства и помещение ее на спецстоянку. Услуги эвакуации оплачиваются отдельно, а также оплачиваются услуги за хранение транспортного средства на спецстоянке. Центральные районы регулярно патрулируют сотрудники городского центра управления парковками. После включения Петроградской страны в зону платной парковки, штат инспекторов обещают увеличить. Уже 60 тысяч в постановлении о привлечении к административной ответственности было составлено. На общую сумму 228 миллионов рублей, которые поступят в бюджет Санкт-Петербурга. Специалисты не только разоблачают лжи инвалидов, но и заботливо помогают автолюбителям очистить регистрационные номера. Растет количество, наверное, автомобилистов, которые снимают номерные знаки. Я думаю, в ближайшее время будет принято решение, и мы будем их тоже перемещать на штрафстоянку. За день на одном платном месте может стоять до пяти автомобилей. Машина, чей владелец не тратит ни копейки, городскую землю занимает часами. Справедливой такую ситуацию явно не назовешь. Подавляющее большинство жителей районов, где введена зона платной парковки, категорически за введение зоны платной парковки. С помощью интернет-сервисов ГАТИ любой житель Петербурга может сообщить инспекторам о нарушении правил парковки, будь то на улице или во дворе. Отреагировать специалисты обещают незамедлительно. Получаем информацию о том или ином нарушении, и оператор, который управляет автомобилем, корректирует маршрут, чтобы в тот или иной двор заглянуть. Уже с 1 мая жители Петроградской страны получат возможность приобрести парковочный абонемент за 1800 рублей в год. Они смогут ставить машину на всей территории района. Александр Громов, Сергей Смирнов, Дмитрий Копытов и Александр Макаренко. Итоги недели. Телеканал Санкт-Петербург. Личное дело Юрия Гагарина. В День космонавтики в президентской библиотеке представили рассекреченные документы, связанные с именем первого покорителя околоземной орбиты. Там есть таблица о прохождении военной службы в советской армии, подписка о неразглашении государственной тайны, есть автобиография, написанная от руки. Увидеть раритеты могут все желающие. Библиотека открыла удаленный доступ через электронные читальные залы. Кажется, о первом полете человека в космос уже известно все до мельчайших подробностей. Но иногда неожиданной тайной представляется то, что вроде бы никто и не скрывал. Все знают в Петербурге Ленинградский металлический завод. В свое время там сделали то, без чего гагаринский полет был бы невозможен. И это не преувеличение. Я сохраню интригу и скажу только, что старт к звездам начался с огромной космической ямы. А вот что все это значит, расскажет Евгений Соловьев. Если пройти вдоль подкопченных стен сборочно-сварочного цеха Ленинградского металлического завода, можно встретить такой вот граффити. На нем первые космонавты, цифры эпохальной даты. Рисунок появился здесь пару лет назад по случаю очередного дня космонавтики. Коллектив цеха выступил с предложением. Все рабочие, специалисты, конструктора, технологи. Ну, так сказать, увековечить здесь эту память. Когда Савелий Мигай говорит про эту память, он имеет в виду не только легендарный полет. Ветераны ЛМЗ по праву гордятся тем, что завод имеет прямое отношение к событиям, без которых подвиг Гагарина не смог бы состояться. Именно в этих цехах прошли испытания уникального стартового комплекса первой межконтинентальной баллистической ракеты Р-7, носителя которой впоследствии вывел на орбиту корабль «Восток-1». В середине 50-х конструкторам была поставлена задача придумать систему, которая будет удерживать тяжелую ракету на старте и в нужный момент отпустит ее в полет. Возглавил работу коллектива специалистов по созданию агрегатов и систем уникального стартового комплекса академик Владимир Павлович Бармин. Так родился на свет знаменитый тюльпан, получивший свое прозвище за сходство с четырехлепестковым цветком. Конструкторы предложили тяжелую ракету вывешивать на нескольких многотонных фермах, которые в момент старта быстро отходили в разные стороны, причем без всяких электрических приводов, только под собственным весом. Просто и гениально. В общем-то, может быть, так и говорят, но на самом деле это надо было придумать. И ведь когда Бармин, главный конструктор стартовой системы, предложил именно такой вариант – гравитационный развод под этих лепестков, ему было сказано, может, для страховки сделаем какую-нибудь гидравлику и так далее, он под мою личную ответственность. Не надо этого делать. И действительно, эта система работает до сих пор. Когда смотришь на такие технические решения, одно из первых чувств, которые появляются, почему не я это придумал. Это гениально, это здорово, это замечательно. Пуску предшествовало множество испытаний, центром которых стал Ленинградский металлический завод. Предварительно на разных предприятиях Союза построили элементы будущего макета ракеты в натуральную величину. Предполагалось имитировать ее запуск, поднимая из шахты на кране. Чтобы параметры соответствовали стартовой массе, 260 тонн полости корабля наполнили водой. Для того, чтобы был понятен масштаб событий, мы решили подняться чуть выше того самого места, где и происходили натурные испытания. Вот там, чтобы разместить гигантский макет ракеты, была выкопана шахта глубиной 7 метров. В настоящее время она затоплена водой, и рабочие называют ее уважительно космической ямой, но с тех самых пор она больше никак не используется, в отличие от гигантских кранов, которые и тогда, и сейчас играют первую скребку. Наличие этих мощных подъемных механизмов стало определяющим фактором при выборе места испытаний. Рабочие вспоминают, что прямо в цеху был натянут огромный шатер, чтобы скрыть происходящее от посторонних глаз. Сотни нюансов, которые могли стоить жизни космическим первопроходцам, выявлялись и устранялись буквально на коленке. Все понимали, какова цена ошибки, но авторитет конструкторов, руководители испытаний и Сергея Королева, который лично присутствовал на тренировочных пусках в Ленинграде, пробивали любые двери, и согласования проходили мгновенно. В итоге путь к звездам был пройден в рекордные сроки. Если 1955 год – это первый колышек в будущем месте, где появился космодром Байконур, 1957 год, 15 мая – это первый пуск из готовой установки, который уже испытано, проверено, смонтировано и готово к запуску. То есть, по сути дела, два с небольшим года. То есть, по сути, на космических скоростях и не случайно Ленинградский металлический завод стал первым в промышленном предприятии, которое посетил уже в статусе легенды первый космонавт планеты Земля. «Славные дела творятся этим замечательным коллективом от имени космонавтов желаю, и в будущем творить так же славно, как сейчас», – написал Юрий Гагарин в книге почетных гостей завода, которая бережно хранится в местном музее. И сегодня, если кто-то где-то говорит, мол, «можем повторить», хотелось бы думать, что речь идет о ремейке именно таких совершений. Евгений Соловьев, Алексей Кривощоков, Юрий Степанов, Евгений Винокуров. Итоги недели. Телеканал «Санкт-Петербург». Новая сцена Александринского театра традиционно стала подиумом. Неделя моды в Петербурге. Тенденции, новинки сезонов, дизайнерский креатив. Кто-то в таких показах ищет вдохновение для собственных модных экспериментов, кто-то ловит реплики из прошлого, в очередной раз восклицая, что «все это мы уже носили». Как бы то ни было, но неделя моды – это всегда ярко, интересно и часто неожиданно. Что прямо с подиума может выйти на улицы? Почему искусство быть стильным – это не только про одежду. Александр Буренин окунулся в атмосферу модных показов. Встречают по одежке, но оценивают весь образ, поэтому целый день перед показом занимаются прически. Здесь постоянно красота висит на волоске. Это настоящее искусство, как и умение моделей заниматься своими делами, пока их причесывают. И на укладку также есть мода, и она пересекается, что называется, с жизнью вне подиума. Трендовые прически, конечно, существуют, и с подиумом они уходят в обычную жизнь. Например, в прошлом сезоне были актуальные гладкие прически, и сначала многим девушкам это было достаточно непривычно. Зато в этом сезоне практически все невесты выходят уже с гладкими пучками, и это смотрится очень интеллигентно. Показы примерно раз в час, и на подготовку сцены уходят гораздо больше времени, чем на дефиле. Первый вывод, который можно сделать на неделе высокой моды, мода должна быть повсюду. Здесь практически нет людей, которые не ярко или как-то серо одеты. То есть в некотором роде показ мод начинается уже в очереди на показ мод. В кулуарах одна из самых частых тем – мода и стиль. Как найти границу? Не обязательно копировать все, чтобы выделяться в компании. Сейчас время эклектики, то есть смещение стилей и цветов приветствуется. Понятно, что это не рекомендация к действию. Не обязательно уже завтра искать пальто с таким же воротником, чтобы от тебя не отводили глаз. Более того, даже после основного показа владельцы шоурумов на показе дополнительном закрытом увидят наряды гораздо проще и ближе к тому, в чем выходят на улицу. Но, как показывает история, популярной может стать вещь, которая никогда не появлялась в коллекциях модных домов. Более того, носить такое считалось неприличным. Например, футболка, белая футболка, которую ранее носили только лишь моряки и военные, как нижнее белье. Трудно было представить вообще мужчину, который надевал бы футболку со смокингом. Или, например, очень трудно представить в 19 веке даму в брюках. А сегодня все повсеместно ходят. У любой дамы, я уверен, есть дома брюки. Ну и, наверное, очень трудно было представить раньше мужчину, который надевает обувь на босую ногу. На этой неделе ушла из жизни Мэри Куант, дизайнер, которая придумала мини-юбку. Или имела отношение к ее созданию, тут же поправили эксперты. Сегодня выдумать что-то настолько удивительное сложно, но необходимо экспериментировать. Даже когда одни дизайнеры пытаются подражать другим, они зачастую покупают какую-то вещь, я не должна, наверное, этого говорить, ее распарывают для того, чтобы копировать лекало. И то это выходит далеко не тот же самый вариант. Нет, все равно в моде, как, собственно, и в искусстве, как и в театре, тут я опять к теме искусства вынуждена вернуться, все равно там присутствует гений индивидуальности. Индустрия, кстати, особенно не заметила проблем с комплектующими. Пуговицы по крупицам собирать не пришлось. Но вот рынки поставок переориентировались. Теперь все чаще можно было услужить в кулуарах. А какие в Индии ткани, вы бы знали. Так что мода на моду не заканчивается. Никогда. Она просто постоянно меняется. Как и свойственно моде. Александр Буренин, Иван Попов, Олег Пильников и Евгений Винокуров. Итоги недели. Телеканал Санкт-Петербург. Ну а теперь о том, как меняются привычки петербуржцев. Опрос на эту тему провели на сервисе «Городской диалог». На вопросы отвечали пользователи единой карты петербуржца. Выяснилось, что за последние полгода больше трети респондентов стали реже ходить в гости. Примерно столько же опрошенных не изменили своим привычкам. А 9% начали общаться с друзьями и родственниками даже больше. Традиционно посещать кафе и рестораны продолжили 38% горожан. 37% урезали свои расходы и сократили такой досуг. А 15% стали заходить в заведение общепита чаще. Привлекательным для большинства опрошенных остаются посещения музеев и театров. Кто-то ходит туда так же, как и всегда. Кто-то чаще. 35% респондентов признались, что за прошедшие 6 месяцев сократили количество таких посещений. В Петербурге стартовал сезон корюшки. Больше 40 официальных точек продаж открылось в городе. Адреса можно найти на сайте правительства. Пока цены кусаются. Например, на Октябрьской набережной у Володарского моста за килограмм просили 500 рублей. Рыбаки говорят, что недели через две и рыбы станет больше, и стоимость снизится. Тем не менее, любители корюшки уже готовы стоять за ней в очереди. Теперь о других темах. Чем еще запомнится уходящая неделя короткой строкой в нашем обзоре. Сложнейшую операцию на открытом сердце провели в Петербурге новорожденному. Мальчик родился с патологией, которую трудно выявить внутриутробно. Между сердцем малыша и его легкими отсутствовало кровоснабжение. Через 9 часов после рождения ребенок уже был на операционном столе в детской городской больнице номер 1. 3,5 часа хирурги устраняли порог. Сейчас маленький пациент чувствует себя хорошо и готовится к выписке. Режиссер Андрей Могучий покинул должность художественного руководителя Большого драматического театра имени Товстоногова. Как сообщили в Министерстве культуры, контракт Могучего истек 9 апреля. Продлевать его не стали. Ведомством утвержден новый устав Большого драматического театра. Общее управление будет осуществлять директор учреждения. Сейчас этот пост занимает Татьяна Аркипова. Она продолжит свою работу в театре в соответствии с новым уставом. Как заявили в пресс-службе БДТ, спектакли Могучего не исчезнут из репертуара театра. Он также продолжит работу над двумя новыми постановками. Петербургские инженеры построили в Заполярье новый аэродром на острове Большевик в районе пролива Шакальского. Взлетно-посадочную полосу ввели в эксплуатацию специалисты Арктического и Антарктического НИИ. Снежно-грунтовый аэродром сможет принимать грузовые самолеты любого класса и станет центром снабжения арктических экспедиций, в том числе дрейфующих полярных станций Северный полюс. Скульптуры царского села окончательно сняли зимнюю одежду. Больше 70 богов, древнегреческих героев и философов скинули деревянные футляры, в которых они провели весь холодный период. Такие укрытия защищают мрамор от сырости и перепада температур. Дальше скульптуры помоют специальным шампунем, обработают парогенератором и покроют специальным водоотталкивающим раствором. Удав проехал зайцем в петербургской подземке. Теперь его хозяина разыскивает Роспотребнадзор. Формально запрета на провоз в метро экзотических животных нет, при условии, что перевозка осуществляется в специальной корзине. Хозяин змеи посчитал эти требования незначительными и вез императорского удава буквально на шее. Этот вид присмыкающегося находится в перечне животных, запрещенных к содержанию. Больше 250 особей серой куропатки выпустили в живую природу в Гачинском, Лужском, Ломоносовском районах Ленинградской области. Птиц выпускают уже шестой раз для увеличения численности этого вида. Серые куропатки занесены в Красную книгу региона. Сейчас в Ленобласти их численность составляет до 2000 особей. В Левашово восстановят историческую дачу, на которой Владимир Маяковский написал свою мистерию БУФ. Расскажем подробности после небольшой паузы. Дождитесь. Левашово воссоздадут историческую дачу начала 20 века. Ее связывают с именем Владимира Маяковского. В этом загородном доме поэт провел лето 1918 года и написал первую революционную пьесу «Мистерия БУФ». Дача с тех пор едва не превратилась в руины. Двухэтажное строение будет скорее воссоздано, так как многие элементы утрачены, их придется заменить. Кто взялся за непростую реставрацию? Когда она завершится и что там будет после? Катерина Семина расскажет. У здания богатая история. Оно было построено в стиле модерн с элементами русского стиля. Именно здесь жил и творил Маяковский. После строение использовали как жилую дачу. Сильный износ, по мнению специалистов, связан как раз с этим фактом. И с тем, что не было нормальной системы водоотведения. Сейчас аварийность здания около 75%. Конечно, гниение, поражение плесенью, грибками и так далее. Конечно, жуткая картина. Много лет объект не использовался. Здесь отсутствовала и охрана, и нормальная эксплуатация. Мы вскрыли, по сути, и видим реальное состояние всей древесины. Оно оценено. И принято уже решение по дальнейшей реставрации. Все работы согласованы с Комитетом по охране памятников. Сейчас специалисты как раз приступают к первому этапу реставрации. Но все усложняется тем, что у здания практически нет фундамента. Для восстановления дачи был разработан гибридный вариант работ. Есть уже отработанные методы реставрации деревянных памятников. Здесь комбинированный метод. Разборка крупными частями элементов второго этажа. То есть мы сохраняем башенку в неприкосновенности. Снимаем, ставим рядышком. Слуховые окошки тоже ставим. Терраску вот эту надо будет отодвигать в неразобранном виде. Фронтоны. Три фронтона красивых. Переборка срубы. Это вещь обычная. Как вы видите, уже сруб размечается. В соответствии с маркировочными чертежами. Здесь у каждого бревна свой номер. Потом это все собирается на свои места. Производится замена. Это такой, с одной стороны, метод переборки. А с другой стороны, даже что-то необычное в этом есть. Восстановление утраченных элементов стен. Установление перекрытий. И воссоздание декора. Это лишь часть работ, которую нужно сделать на так называемой даче Маяковского в рамках реставрации. Все новые элементы, которые будут здесь установлены, сделают из аутентичных материалов. А именно, древесины хвойных пород. С 2020 года строение принадлежит Всероссийскому обществу охраны памятников. Они же занимались организацией всего процесса. Главная цель – сохранение памятника, связанного с жизнью и творчеством Маяковского. Именно ВАПИК создавал проект и делал консервацию. На объекте проводили и обследование, которое включает в себя трехмерное лазерное сканирование, микологическое исследование древесины и изучение фундамента. В рамках реставрации проводили работы по раскрытию полов, стены, находили интересные предметы. Из них сделали даже небольшой такой сбор артефактов. Среди предметов найденных были, например, бутылки из-под вина, даже небольшие рюмки, правда, не всегда целые. Но самое интересное – это, конечно, печатные издания. Здесь находили и вырезки из модных журналов, как выглядели дамы того периода. Есть и письменные конспекты. Вот здесь можно прочитать партия большевиков в период подготовки и проведения Октябрьской социалистической революции. Конечно, есть и газеты, например, вот это датировано маем 1914 года. Поэтому, изучая вот эти небольшие вырезки, можно погрузиться в начало 20 века. Все работы ведутся на средства, предоставленные Министерством культуры. Речь идет о сумме в 52 миллиона рублей. После завершения реставрации здесь планируют разместить волонтерский центр ВАОПИКа. Рабочее название объекта – «Маяк». Вместе с дачей восстановят и прилегающую территорию. Завершить работы должны в 2024 году. Катерина Семина, Юрий Юхнин и Дмитрий Палов. Новости. Итоги недели. Сейчас о погоде. В Петербурге заметно похолодало. Следующей неделе будет примерно такой же. Ночные температуры от 2 до 4 градусов тепла. Завтра плюс 12. А с понедельника столбик термометра будет держаться на отметках 10-11 градусов выше нуля. Первая половина недели – облачное. Солнце будет появляться нечасто. Ну а со среды и до пятницы есть шанс, что мы его вообще не увидим. Эти дни будут пасмурными. У меня на сегодня все. Я благодарю вас за внимание. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова